Здравствуйте! В эфире новости Дагестан. В студии Патимат Ханапова. Вот главные темы. Поездка между городами с комфортом. В Дагестане запустят новые электропоезда. Долго ли ждать новоселья? Почему участнику СВО Жамаладину Амирханову из Новолагского района местные власти отказывают в выделении участка? Расскажем сегодня в выпуске. Они пример не только на ринге. Дагестанские именитые спортсмены провели субботник на священных землях. Сборная Дагестана готова к чемпионату России по греко-римской борьбе. Все, на что способны, они смогут показать уже через несколько дней. Морской песок на 10 миллионов похитили на побережье Каспийского моря в селении Белиджи. По данному факту задержаны 7 человек, которые на протяжении длительного времени занимались незаконной добычей природных ресурсов. Техника, два погрузчика и КАМАЗ-самосвал, принадлежавшие нарушителям, изяты и опечатаны. Отметим, ранние местные жители не единожды обращались в республиканским властям с просьбой остановить творящийся у них беспредел, подразумевая незаконные карьеры вблизи населенного пункта. Четыре современных электропоезда получит Дагестан для курсирования по маршруту Хасавюрт-Махачкала-Дзербент. По данным Минтранса Республики, последние годы с учетом развития внутреннего туризма наблюдаются увеличения потребностей в пригородных маршрутах. Новые шестивагонные поезда оборудованы системами микроклимата, салона и экологически чистыми санузлами. Электрички адаптированы под маломобильные группы населения и соответствуют актуальным требованиям к комфорту и безопасности поездки. Дагестанским полицейским, в том числе участникам СВО, ветеранам службы и родным погибших правоохранителей вручили ключи от новых квартир. Заветный подарок получили более 140 человек. Все они будут располагаться в одном жилом комплексе с благоустроенной территорией, где предусмотрены площадки для досуга и отдыха взрослых и детей. Пока одни участники СВО отмечают новоселье, другие пытаются пройти через бюрократические проволочки в поисках решения жилищного вопроса. Отец-одиночка Джамалудина Мирхана вот уже более месяца не может добиться выделения ему земельного участка в селе Новолагское Новолагского района. Руководство местной администрации отказало в дополнительной мере социальной поддержки и случай этот, увы, не единичный. Моя коллега Силья Магомедова разбиралась в проблеме вместе с экспертами Народного фронта республики. Есть слово. Участник спецоперации Джамалдин Амирханов в одиночку воспитывает 12-летнего сына Магомеда и 10-летнюю дочь Сияну. В настоящее время семья проживает в чужом доме и только мечтает о том, чтобы построить собственный. Тут уж как нельзя кстати пришелся бы земельный участок, который Джамалдин пытается получить в селе Новолагское. Он считает, что в решении этого вопроса столкнулся с формальным ответом официальных лиц и необоснованным отказом. А я выдал все документы, то, что я отец-одиночка, то, что я не обеспеченный жильем, то, что я действительно нахожусь в трудной жизненной ситуации, нуждаюсь в этом участке. И при всем при том получил отказ. Поэтому я написал заявление уже повторно, но на главу района, в надежде, что может глава на эту ситуацию как-то повлияет, отправив весь пакет документов и плюс недостающие документы, справки, которые они просили. И уже около, по-моему, месяца жду от них ответа. Земельные участки бойцам СВО выделяют по распоряжению президента страны о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих. Этой возможностью и хочет воспользоваться Джамалдин. Он ушел на фронт добровольцем в 2022 году и служит в составе полка морской пехоты в Запорожской области. Находясь в Дагестане на лечении, мужчина рассказал о своей проблеме представителям регионального народного фронта. В данном районе, я думаю, что мы будем выяснять, почему такое отношение, в чем проблема, в чем довозка. И почему такое, я считаю, что это халатные отношения, что после таких обращений, что с вами не связались, вас не пригласили, ваши проблемы не изучают. При этом случай Джамалудина не единичный. С аналогичной ситуацией столкнулся и его товарищ. У нас еще в полку мой товарищ, который со мной был на СВО, тоже с этого же села, с этого же района, уже больше года обращается на каждый его отказ. Он собирает документы, которые там указаны, присылает, а там появляется новый список недостающих документов. То есть они занимаются отписками. У них нет задачи выделить участок, а по поводу и безотказывают. После беседы глава семейства провел небольшую экскурсию по временному жилищу. Как таковой мебели здесь нет, разве что самое необходимое. Если вам выделят земельный участок, у вас есть в голове проект будущего дома? Каким вы его видите? Честно говоря, я уже полгода как... Я вообще сам архитектор, инженер и сделал зарисовки дома. Ну, это для меня дом мечты, в котором мы можем было спокойно разместиться целой семье. Это комбинированный дом, он будет полумансардный. Часть дома будет с мансардным этажом, часть с полноценным вторым этажом. Вот, здесь витражные, большие окна, будет много света. У каждого своя спальня. Минимум дверей, максимум пространства. В администрации Навалакского района нам прокомментировали ситуацию с Джамалудином Амирхановым. Там ссылаются на отсутствие необходимых справок и сведений. В случае предоставления полного пакета документов, уверяют чиновники, проблем с выделением участка не возникнет. Так или иначе, в ближайшее время боец будет ждать ответа, находясь на передовой. Он снова отправился по месту несения службы. Салия Магомедова, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Махачкала. Наши спортсмены – мастера не только на ринге, они везде пример. С такой мотивацией руководитель хадж-группы Идриса Садулаева организовал уборку на святых землях. Паломники из его группы – чемпионы с известными миру именами, сейчас находятся на святых землях. Вместе со своим руководителем они совершили уборку на территории горы Ан-Нур. Здесь находится пещера Хира, в которой пророк Мухамед получал первые откровения от Всевышнего. Территории, прилегающие к Мекке и Медине, посещает огромное количество мусульман круглый год. Крайне малоработников, которые наводят там порядок и часто пробираться к местам поклонения, приходится сквозь мусор. Паломники марватур из Дагестана не первый раз проявляют благо и нрав на святых землях посредством таких дел. Нашиды должны быть без запретных музыкальных инструментов. В очередной раз в муфтеате Дагестана состоялось собрание с исполнителями религиозных песнопений. В ходе встречи говорили о канонической стороне данной творческой индустрии. Подробности в сюжете Хамзы Нурмагомедова. Провести с вами беседу, чтобы вы эти рекомендации сами услышали, переспросили. И в итоге, чтобы у нас был создан по окончании нашего собрания какой-то план, инструкция, по которой мы все будем потом эту работу проводить. Встреча в муфтеате собрала практически всех известных исполнителей Нашидов Дагестана. По словам совещания не переходить рамки шариата. По словам ученых ислама, из музыкальных инструментов дозволил лишь бубен. Нашиды без сопровождения музыкальных инструментов однозначно это можно, распевать можно. Но главное, если, конечно, и мотива не будет таким, что не очень подобает для упоминания Всевышнего Аллаха и Пророка Аллахи Салам. И что касается музыкальных инструментов, однозначно они только бубни, мы все знаем, что пророк Аллахи Салам еще сказал, когда на свадьбу собираются там, чтобы они поселились немного и видели, что бубни, использовали бубни. Это было, конечно, особенно для женщин, было сказано, на том месте, где упоминяется имя Всевышнего Аллаха и его посланника, и бубни даже не подходят. Поэтому тогда к такому окончательному мнению пришли, нашиды распевать только без сопровождения музыкальных инструментов. Струнные инструменты однозначно, что называется зурма и подобие этого барабана, это однозначно нужно полностью исключить. Остальные какие-то звуки, птичьи, голоса такие, в этом моменте, к этому, конечно, нет никаких претензий. Нашидисты согласились с необходимостью соблюдать нормы ислама, дабы не попасть самому в грех, так и не повлечь людей в греховное. По словам экспертов, часто простые люди не разбираются, какая музыка действительно считается запретной, а какая дозволенной. Кроме того, что сами исполнители, в основном, в некоторых моментах не разбираются, сам слушатель не может отличить и не разбираться, это музыкальный инструмент или это аранжировка, в общем, сделана голосами. И мы уже давно стараемся работать чисто в дозволенном направлении, именно голосами и так далее. И в эти моменты, чтобы потом дослушать или тоже как донести, у нас сегодня была задача. Потому что обвиняют, но обвиняют беспочвенно, во многих моментах бывает. Муфтият уже давно обозначил, буквально 11 лет тому назад, что можно, что нельзя. Здесь был вопрос, то, что подчиняются или нет, как работает или нет. Муфтият – это назидательный орган. Сегодня тоже мы этот вопрос обсуждали, чтобы полностью исключить музыкальные инструменты из нашидов. И какие мы будем меры, санкции принимать против тех людей, которые не слушаются. В ходе беседы было принято решение назначить ответственных при проведении любых религиозных мероприятий. Их задача – исключить в дальнейшем воспроизведение нашидов и мавлидов с использованием запретных в исламе музыкальных инструментов. Цель того, что мы сегодня провели эту конференцию, у нас была цель создания, можно сказать, среди нашидистов, мы сегодня создали экспортный совет в составе пяти людей, которые имеют высшее образование в музыкальном направлении. Эти люди будут изучать эту музыку, изучать наши его сопровождения, какие инструменты пользуются, дозволяются они, не дозволяются они. И это все будут представлять нашему, можно сказать, отделу фетфы. И вот так будут проходить все наши иды через эту проверку. Ханз Нурмагмедов, Ислам Хариков, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Сборная Дагестана готова к чемпионату России по греко-римской борьбе. Подошел к концу учебно-тренировочный сбор команды, проходившей в Махачкале. Все, на что способны, спортсмены покажут с 18 по 20 января в подмосковном Нарафаминске. Тему продолжит Курбан Рагимов. Отработка приемов, контрольные схватки и сгонка веса. Это последняя тренировка сборной Дагестана перед вылетом на чемпионат России в Нарафаминск. Двухнедельный сбор команды классиков проходил в Махачкале на базе спортшколы имени Газимагамеда Ахмедова. К занятиям, помимо членов основной команды, подключена перспективная молодежь. Последние штрихи остались, готовились. Сбор у нас проходил здесь же, в Спартаке. На Россию мы везем 21 человек у нас едет. В принципе, вроде подготовка неплохо прошла, таких серьезных травм тоже не было. Вроде все нормально. Настрой, честно говоря, я думаю, у всех боевой. Но сейчас у нас такая молодая команда. Поэтому для кого-то даже первый раз они едут на чемпионат России. Мы даже для опыта везем это. В зале нет только Милада Алирзаева, лидер дагестанской сборной. На днях успешно выступил на рейтинговом турнире в Хорватии. И тренерский штаб сборной России освободил его от чемпионата страны. Но на ближайших соревнованиях основные надежды нашей команды также связаны с категорией до 87 килограммов. Магомед Муртазалиев в прошлом сезоне выиграл золото молодежного первенства мира. И теперь за 8 месяцев до Олимпиады в Париже также настроен заявить о себе во взрослой борьбе. Чемпионат России – это самый основной старт. От этого зависит, попадешь ли ты вообще в сборную, команду. И в дальнейшем будешь ли выступать и на международной арене, и по взрослым. Конечно, в прошлом году я был третьим. В этот раз нужно уже поднять планку, я думаю. Все для этого сделали. Куплодотворный сбор прошли. Сейчас здесь подводочный сбор под руководством Магомеда Литагировича и остальных тренеров. Все для этого сделали. Осталось бороться, я думаю. Есть, да, все шансы для этого есть. Если участвую в чемпионат России, если себя хорошо покажу, наверное, поедем на чемпионат Европы. Если там, да, покажу. Просто нужно показывать, я думаю, и проявлять себя. Чемпионат России пройдет с 18 по 20 января. В Нарафа-Минск сборная Дагестана вылетит уже в среду, 17 января. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Ну и на этом пока все. Спасибо, что были с нами. С вами была Патимат Ханапова. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!